И немного о спорте. В райцентре Шамильского района оселения Хебда завершился юбилейный 10-й по счету республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти мастера спорта России Долгата Долгатова. Порядка 140 участников из Шамильского, Хунзахского, Тлеротинского, Гиргебельского и Унцукульского и Тарумовского районов выявляли сильнейших в 10 весовых категориях. Об итогах турнира далее в сюжете. Гостей и участников 10-го юбилейного республиканского турнира по вольной борьбе памяти Долгата Долгатова приветствовали местные руководители, ветераны спорта и просто любители вольной борьбы. А почетный гость соревнования, отец олимпийского чемпиона Бахтияра Ахмедова Шахабудин Ахмедов вручил организаторам специальный денежный приз от сына. Я от души хочу вывести свое чувство великой радости от сестры в данные соревнования, поскольку это великое дело, когда молодое поколение занимается спортом. Вы, наверное, слышали, что спорт – это здоровье нации. Поэтому я уверен, что с таких турниров начинается большая дорога высшей нормальной олимпии. Если предыдущие 9 турниров прошли лишь в весовой категории до 74 килограммов, в которую боролся Долгат Долгатов, то в нынешнем году по инициативе руководства Хебдинской детско-юношеской спортшколы решили изменить формат и провести турнир в 10 весовых категориях. Все довольны, что мы так провели среди школьников, среди юношей, в двух возрастных категориях. Как видели, полный зал был болельщику. Очень прекрасно, все очень хорошо. Все прошло, можно сказать, на высшем уровне. Специалисты вольной борьбы высоко оценили техническую оснащенность и функциональные данные участников. Несмотря на юный возраст, спортсмены постарались показать все, чему их учат наставники. В командном зачете перевенствовали воспитанники Шамильского и Гиргебельского районов. У них по три золотые медали. По две награды – высшие пробы в активе представителей Хунзахского и Унцукульского районов. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и денежными премиями. Гаджимурад Зеудинов, Ари Паримов и Камила Раджабова. Время новостей. Шамильский район.